всем привет друзья больше недели назад появилась у меня вот такая вот орхидейка в общем на выброс я ее забрала к себе и решила ее реанимировать значит у орхидейки сейчас покажу совершенно нет корней вот руки у меня только сегодня до нее добрались я что сделала ну чтобы она совсем уже не пропала я налила немножко на дно водички вот вилами на уже нету вот остались такие беленькие живые тяжи вот ну за счет вот этих тяжей водич орхидейка тянет водичку но вот за это время отсохло два листика пожелтел третий листочек в общем сейчас достанем со стаканчика и посмотрим что с нашей орхидей кай значит так вынимаем аккуратненько ну вот видите один листик 2 вот в этих местах он отсох и вот уже желтит третий листочек вот но радует то что внутри видите у нее в этой орхидейки появился листочек но тут тургор вот этих трех листиков есть по ходу ее тут жрал какой-то вредитель вот хотя говорят что ее обрабатывали от вредителей ну вот посмотрите какая у нее шейка не очень ну и вот тут вот когда отвалились листочки я вот заметила смотрите что-то тут еще растет в общем сейчас я попробую вот эти все чешуйки снять аккуратненько и посмотри и вот этот вот листочек все равно не уже пропадут от них толку нету но зато будут куда пробиваться корешки сейчас принесу инструмент и займемся этой орхидей кай так я взяла инструмент инструмент весь обработан антисептиком но и теперь постараюсь снять вот эти чешуйки еще хочу ну только аккуратненько чтоб тут не зацепить ничего вот сегодня 22 июня вот запомним этот день и потом будем наблюдать за нашей орхидей кай что там с ней будет происходить аккуратненько все так девочки не знаю что это такое может корешок на детку точно не похоже такой кругленький возможно корешок так вот так потихонечку потихонечку все снимаем видите сколько у нас здесь не пробившихся корешков может даже и деток в общем чешуйку то обязательно надо снять обязательно вы знаете вот это вот чернота у шейки вот это вот чернота поближе вам покажу она уже сухая как бы я не вижу что она шла дальше дело в том что обрезать я ее не могу потому что нам надо оставить тяжи потому что без вот этих вот оставшихся корешков ничего у нас не получится с наращиванием корней поэтому по любому я шейку обрезать сегодня не буду но раз пошел уже процесс роста корешка ну возможно да похоже что это корешок я просто навсего наверное еще удалю вот этот вот листочек и поставлю опять водичку на наращивание корней значит листочек очень легко снимается его надо разделить вот так вот на две части и аккуратненько снять так но здесь надо поаккуратней корешок не повредить вот так срежем листочек так вот где то и аккуратненько увидите под ним под листочком еще один корешочек пытается пробиться ну вот все смотрите вот даже корешочек пытается пробиться но это говорит о том что с шейки дальше не идет инфекция она приостановилась так ну что нам надо сделать я наверное знаете что ребята и девчата возьму разведу фитоверм от клещей водички и поставлю ее вот так вот стаканчик прямо листьями в воду так пошла за фитовермом развела в теплой отфильтрованной водички фитоверм согласно инструкции от вредителей но в частности от клещей и трипсов если заражение не сильно или для профилактики я сначала использую биопрепараты потому что они не такие вредные у них вот тут данном случае фитоверма третий класс опасности и он легко значит разлагается на свету поэтому я сейчас возьму вот этот вот наш раствор вместе с орхидейкой я ее окунула туда прям листочками и в темное место на час вообще эту процедуру лучше делать вечером для того чтобы солнечные лучи не попадали и фитоверм очень хорошо действует чем выше температура в помещении чем тем лучше при низких температурах биопрепараты работают очень плохо дома у меня 27 градусов вполне нормально температура водички тоже примерно где-то 30 32 в общем развела оставляю на часик ну орхидейка постояла я промокну точку роста от влаги чтоб не загнила вот так вот между пазухами так и вы знаете что решила я никакой химии шейку не обрабатывать думаю раз гниль приостановилась и уже пошли расти корешки думаю поставлю я опять в чистую отфильтрованную водичку на наращивание корешков тоже посажу ее усажу вот так вот стаканчик вот поглубже как это так сделать чтоб почти все корешки туда вошли и шейка наша не касалась водички так сейчас попробуем я так усадить по возможности но они выскакивают ну хоть какие корешки вот поближе покажу видите корешки у нас водички а шейка над водой шейка должна быть над водой не касаться иначе она сгниет и так на ней сидит инфекция видите вот и надо постоянно поглядывать если водичка испарилась подливать до тех пор пока чтоб не касалась шейки ну и я ничем шейку не смазала хотела девочки сделать тепличку вот даже приготовила пакетик вот так вот резиночкой замотать и здесь пару дырочек пакетики сделать а потом подумала нет раз на шейке есть инфекция ей значит парничок нельзя надо чтоб здесь проветривался воздух и гниль не шла дальше на листья ну я думаю что вот именно в таком виде она у меня пока будет содержаться на наращивание корешков никаких тепличек ничего я пока делать не буду но посмотрю если корни будут плохо нарастать и гниль будет разрастаться тогда смажу максимум сейчас я ничего пока делать не буду оставлю орхидейку в покое и буду за ней наблюдать ну что значит запомним сегодняшний день сегодня 22 июня и вот сегодняшнего дня будем наблюдать за нашей орхидейкой все с этой орхидейкой пока все у меня еще есть две орхидейки на выброс кому интересно что я с ними буду делать заходите на мой канал подписывайтесь жду вас у себя в гостях на этом свое видео заканчиваю а еще забыла сказать орхидейку надо поставить на светлое но защищенное от солнца место то есть прямых солнечных лучей не должно быть но должно быть светло и тепло у меня как раз все такие условия есть но если даже у вас и сухо в квартире за счет того что орхидейки глубоко посажены в стаканчик листиками все равно будет испаряться влага и поддерживаться микроклимат вот здесь вот в стаканчике но тепличку я передумала делать подумала что нет я могу навредить шейки но все на этом заканчиваю свое видео всем здоровья любви пока пока и жду вас на своем канале